Друзья, вот мы с вами работаем над негативными, навязчивыми мыслями, и часто психологи, психотерапевты пытаются с этими мыслями, как они говорят, работать, размышлять о них. И вот когда вы размышляете о них, это большая ошибка. Вы сами себе рассказываете, психологу рассказываете или другому человеку свои навязчивые мысли и действия. Вы говорите и спрашиваете, почему они возникают, к чему это ведет, что может случиться. И вот эти размышления становятся вашими убеждениями. Вы как бы кристаллизуете свои вот эти плохие негативные мысли. Но чаще всего это бывает с эпохандрическими мыслями, особенно вот в этот период, период коронавируса. И вот начинает человек размышлять о содержании этих мыслей, о содержании этих мыслей, связанных со своим здоровьем. И вот возбуждаются нейроны и создаются устойчивые связи между нейронами. И между нейронами проскакивают искры, прорастают шипики и формируется рефлекс реагирования. Вот этот динамический стереотип на эти мысли. А если больше и много вы об этом говорите, думаете, разбираете с психологами или с подругами, или с мужем или женой, все это закрепляется. И самое главное, и противное, то, что это сопровождается выделением гормонов стресса, кортизол, адреналин и ряд других гормонов. И возникают эти соматические симптомы, симптомы в теле. Вот когда включается эта вегетативная нервная система, это тонус мышц, увеличение частоты сердечных сокращений, сердце бьется, повышение артериального давления, потоотделение, сухость во рту, затрудненное дыхание, тремл конечности, ссымся и сремся. Вот удивлю вас. Вот эти симптомы, это являются нормальными реакциями организма на возникающее тревожное состояние. А тревожное состояние вызывается вашими навязчивыми мыслями. Значит, все от того, как мыслю. Как говорится, что едите такое здоровье, как мыслите такая жизнь. Одно плохо, что это сильно портит качество вашей жизни. Деструктивно влияет на поведение в социуме. Но и важно то, что это тревожное состояние возникает на пустом месте, из ваших фантазий и иллюзий. Но наш головной мозг одинаково реагирует как на реальную опасность, так вот на эту придуманную опасность. И вызывает одинаковую симптоматику. Если мы убегаем от тигра или лежим на диване, боимся зародиться коронавирусом. И вот эти нарративы, которые в голове у невротика созданы, что «Ой, я сейчас заболею», эти навязчивые мысли или действия, они становятся автоматизмами. Динамический стереотип. Всё это в психиатрии называется КР – обсессивно-компульсивные расстройства. И вот эти обсессивные мысли влияют на нас в зависимости от того значения, которое мы им придаём. Ну, температура, меряем, о-о-о, значение, что, чёрт бы побрал, давление меряем, ну всё, пора в морг. И вот для человека характерно то, что чем больше вы думаете, и вы придаёте им значимость, значимость этим мыслям. И вот вы начинаете часто, интенсивно думать об этом, да ещё с кем-то поговорить. А придёте к психоаналитику, то скажут, то это из детства, пришло вам там горшок в детском саду нагло одели, теперь вы такой мундак. Вот, и вы начинаете верить в реальность этих мыслей. А они иллюзорны, они далеки от действительности. Это ваши фантомы в неокортексе, которые созданы вот этими нарративами, блокбастерами. Какой вы отличный режиссёр, вам бы цены не было в Голливуде. И вот, значит, наряду с этой привычкой, динамическим стереотипом, который вы приобрели сами, выступает ещё один важный энергофизиологический механизм – принцип доминанты. То есть вот этот мозг наш, он умеет перенаправлять всю свою энергию на одно какое-то дело. Если мы увлечены каким-то делом, вся наша энергия на это направлена. Как я говорю, чтобы не были навязчивые мысли, а шпарьте кипятком ноги, будете заниматься ногами. А если вы занимаетесь каким-то делом, как ещё я, ну шучу, говорю, в окопах не болеют. А у вас этот принцип доминанты включается в эти рассуждения. И вы тогда вместо пользы дела направляете эту доминанту на иллюзорные, нездоровые потребности, а в основе которых и лежат вот эти ваши нералистические фантазии и ожидания. И это всё становится трагической навязчивостью. Но эта навязчивость не может быть удовлетворена. И вот это формирование возбуждения продолжает фокусироваться на нереальных задачах. Вот этот динамический стереотип, эта привычка всё усиливается, и вы подвержены этим мыслям, которые вас всё дальше и дальше уводят от реальных дел. Да пойдите, возьмите лопату и копайте, и вы увидите, что доминанта передвинулась в другую сторону. Вместо этих фантазий начните планировать. Планировать модель поведения. А вы погружены в перемалывание негативных прогнозов и трагических ожиданий. И вот захватывают вас эти пустые фантомные мысли. Это мыслительная жвачка. Друзья мои, мы с вами и будем в этом тренинге заниматься, как переформатировать мысли, как активировать другие доминанты. У нас многие доминанты, как говорится, жрать хочешь, то найдёшь топор за лавкой. Да вот я всегда говорю, чтобы напоить лошадь, мало чтобы её подвести к водопою. Надо, чтобы она ещё пить захотела. И вот когда вы захотите пить, когда вы начнёте вот это делать, а это связано с ретикулярной формацией. Ретикулярная формация является тем шилом задницы, который, если мы в эту ретикулярную формацию забьём хороший запрос, так она нас заставит делать. Вы посмотрите, когда вы чем-то увлечены, вы даже жрать забываете. Извините за выражение, в туалет не ходите, потому что что-то вы делаете такое яркое. И если это яркое полезное, то тогда это хорошо. А у вас яркое, отвратительное, мерить температуру, беспокоиться о вашем здоровье. Давайте заниматься в этом тренинге. И там есть ряд заданий и упражнений, связанных с аутотренингом, связанных с сугестивным самовнушением, с многими ритуалами. Перестаньте сами себя запугивать. Давайте планировать жизнь. Я не сказал, что жизнь такая благостная, радостная. Это кочки, это овраги. Но запомните, смысл жизни в преодолении. А когда вы что-то преодолеваете, вы кричите «Вау!», и у вас выбрасывается полный гормональный коктейль и тех, и других гормонов. И ваша ретикулярная формация, как струны, натянутые в вашем теле. А ведь ретикулы – это и есть, эти струны, пронизывающие все наше тело. Посмотрите про ретикулярную формацию Мана на канале. Да вообще подписывайтесь на канал. Это вам важно и нужно.